Малообъемные турбомоторы уже стали привычными. Большая часть их, по крайней мере, на нашем рынке, это четверки. Но все чаще появляются и трехцилиндровые агрегаты. Причем устанавливают их в том числе и на кроссоверы. Машины априори не самые легкие. Но достаточно ли для них такого мотора? Рассмотрим три кроссовера, официально представленных в России. Под капотом Volvo XC40 полуторалитровая турботройка мощностью 150 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает порядка 10 секунд. Средний расход топлива около 7 литров. Коробка автоматическая, восьмиступенчатая. В базе будут светодиодные фары с омывателем, система контроля дорожных знаков и полосы движения, цифровая приборка, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с голосовым управлением. Цены начинаются с отметки 2 миллиона 600 тысяч рублей. Турботройка Peugeot 2008 при рабочем объеме 1,2 литра выдает мощность 130 лошадиных сил. Первую сотню машина набирает за 10,2 секунды. Средний расход 6,5 литров. Коробка передач, шестиступенчатый автомат. В стандартной комплектации идут датчики дождя и света, обогрев форсунок-омывателя, парктроник, шесть подушек безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер. Цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И, наконец, BMW X1. Его трехцилиндровый агрегат на полтора литра обеспечивает 140 сил мощности. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 9,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле 6,3 литра. Коробка семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. В начальной комплектации предлагаются датчики дождя и света, индикатор давления в шинах, кондиционер. Цена от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Как видим, у всех троих вполне приемлемые показатели динамики и при этом довольно небольшой расход. По крайней мере, заявленные. Другое дело, что этим трем цилиндрам приходится трудиться за четверых, что подразумевает повышенные нагрузки. Как это в итоге отразится на ресурсе, а значит и на стоимости таких моделей на вторичном рынке, большой вопрос. И, конечно, их владельцам нельзя экономить на обслуживании. Подобные агрегаты требуют бережного отношения и качественных расходников. Есть у трехцилиндровых моторов и другие особенности. Например, повышенный шум и вибрация из-за конструктивного дисбаланса. Но зато они дешевле в производстве. И это главная причина, почему их будет становиться все больше.